Старшее поколение все активнее осваивает виртуальное пространство. К услугам бабушек и дедушек популярны сейчас социальные сети и множество интернет-порталов. О жизни онлайн Елена Макарова. О том, что жизнь с выходом на пенсию может стать даже насыщеннее, эти слушатели узнали в начале февраля, когда впервые взялись за мышь. Два месяца непрерывной работы над собой, тренировка памяти дооперативной, установление дружеских отношений с неодушевленной клавиатурой и поиски точки опоры в глобальной паутине. Все это уже сегодня приносит плоды. Весь свой бесценный опыт и знания ученики теперь выплескивают в социальные сети, где можно и молодежь чему-то научить, и обменяться последними новостями с друзьями. Пришла я сюда 13 февраля, я впервые положила свою правую руку на мышку. А сейчас я день трачу полтора-два часа в работе с компьютером. Я поняла, что компьютер мне даст этот объем, что я, во-первых, информацию большую могу получать по компьютеру, кроме того, контактировать с родными, близкими, друзьями, подругами, знакомыми по скайпу, конечно, я очень и очень благодарна. По прошлой работе у меня очень много осталось связей, друзей по всей России. И возможность появляется и по скайпу общаться в личном плане, и через электронную почту какие-то выяснять и прояснять для себя вопросы. Таким ученикам любой преподаватель позавидует, говорит главный лектор. На занятия не опаздывали, на уроках не болтали, а домашние задания выполняли точно и в срок. Люди очень много практически не знали. И предметы, и компьютерные технологии, и так далее. И первоначально ставила задача, чтобы их хотя бы научить, как работать с мышью, как работать с клавиатурой, как создавать файлы, папки. А уж потом пошли вопросы непосредственно, выход в интернет, скайп и так далее. И я видел, как они от занятия к занятию росли. С получением сертификата многие смогли не только покорить просторы интернета, но и устроиться на работу. Ведь сегодня без этого замысловатого помощника никуда. Преподаватели говорят, выпускники освоили все компьютерные премудрости на отлично. И популярность курсов среди старшего поколения неуклонно растет. Следующий набор сядет за парты уже через неделю. Елена Макарова, Александр Бредихин, Вести Рязань. Продолжение следует...